Так, всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я сейчас на отдыхе, и я очень надеюсь, что у нас получится провести этот эфир, что у нас будет хорошая связь, и вы меня будете слушать, слышать, поскольку все вокруг шумит, океан шумит, ветер шумит, но, тем не менее, я ничего не могу с этим поделать, я собиралась как-то переодеться, но мои дети захотели плавать, вот мы в ресторане находимся, в бассейне, в общем, дети плавают, океан шумит. Все, что-то не так, но, тем не менее, я с вами, я вас очень хочу попросить, чтобы вы сейчас поставили, точнее, не поставили, а написали мне, нормально ли вам меня слышно, и не мешает ли вам ветер, потому что единственное, что вы смогли привести, это штатив, у нас уже закат, скоро может потемнеть, но я надеюсь, что на полчаса хотя бы хватит, если что, мы будем зажигать фонарики и лежать что-то другое. Здравствуйте! Нужно только знать, что вы меня хорошо слышите, и тогда я начну тему нашего эфира, окей? Взятьте, пожалуйста, с нами. Есть приветики, есть лайки, да, все, замечательно, окей, прекрасно, спасибо вам большое за фидбэк. Итак, я сегодня решила поднять тему по поводу того, когда и как начать жить заново, что я в это вкладываю. Дело в том, что очень много людей за последнее время начали писать мне очень странный вопрос, мне уже 40 лет, мне уже 47 лет, мне уже 50 лет, не поздно ли мне начинать. Но, что удивительно, люди делятся, замечаю такое, люди делятся на две категории, одни считают, что они еще слишком молоды, это люди, которым 20 лет и 30 лет, и потом какой-то происходит такой промежуток, с 30 до 40, он, видимо, у людей пролетает, или люди еще ничего не поняли, и к 40 годам человек понимает, что жизнь прошла мимо, ну, то есть как бы не успел. И вот, когда я пытаюсь разговаривать с 20-летними, а у нас с Сергеем есть сыновья взрослые, и я им пытаюсь донести, что, ребят, пацаны, говорю я, это так быстро пройдет, эти 20 лет, они так быстро промчатся, вы себе не представляете, вам кажется, что вся жизнь впереди, вы сейчас распиздяя, ничего не будете делать. И кажется, что, типа, у меня еще есть время погулять, это, знаете, как на отдых приезжаешь и думаешь, ой, мне там впереди 2 или 3 недели, да ладно, фоткаться потом буду, там какие-то развлечения потом буду, а в итоге нету фоток, в итоге никуда не съездил на развлечения, короче, все, что ты собирался сделать, ты не сделал, потому что откладывал на потом. В жизни все происходит ровным счетом точно так же. Но удивительным моментом, как я уже сказала, заключается то, что если в 20 лет человек еще считает, что это все хихоньки-хахоньки, то в 40 человек, в 40 лет человек считает, что уже все, капец, а если это было 45 или 47, то это уже все. Значит, на сегодняшний день уже достаточно большое количество людей живет 80 плюс. И я знаю лично бабуль и дедуль, которые живут 100 плюс. Поэтому давайте себе представим на секунду, что если вам 30, то вы прожили где-то 1 треть своей жизни. Если вам 40-50, то вы прожили половину своей жизни. Мало того, первые лет 16 мы не то чтобы живем неосознанно, но мы все равно живем в колесе каких-то более детских действий, где над нами есть наставники, то есть наши родители, какие-то там люди, тренера. А потом мы только начинаем к 20 втыкать, значит, что наша жизнь оказывается вроде бы нам принадлежит, вроде бы мы ей главные, вроде бы мы что-то должны решать, ну и пошла вот эта вся история. Поэтому первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание, что поздно и рано вообще нет такого понятия. Представьте себе, что вам осталось жить, например, год. Будете ли вы провтыкивать этот год? По поводу мне 40 и считаю, что все еще впереди, это тоже, Наташа, такая история очень интересная. Значит, я отношусь к людям, я говорю сейчас о себе и проповедую такую историю, как проповедник. Я отношусь к людям, которые считают, что действовать нужно здесь и сейчас, когда ты проснулся. То есть ты проснулся и ты начал действовать в прямом и переносном смысле. С самого утра, когда я встаю, я из тех людей, которые сразу же начинают что-то делать. Мне очень важен коэффициент моего полезного действия. Ну, то есть, извините за русский язык, просрала я этот день или нет. Я выражаюсь, может быть, не всем языком, таким, знаете, художественным, что ли. Но я хочу, чтобы каждый это понимал. Что вы простыкиваете и просраете свой каждый день, когда вы открываете глаза и думаете, ну, это всего лишь один день. Это всего лишь один день. И у многих вся жизнь состоит из такого же одного дня, который длится всегда. А знаете почему? Потому что нами в жизни руководят привычки. То, к чему мы привыкаем, таким образом мы с вами в дальнейшем и действуем. И если у вас привычка просырать один день, то так будет просыраться, простите, вся ваша жизнь. И когда человек в 40-50 лет по-прежнему начинает считать, что у него вся жизнь впереди, я сейчас имею в виду не с позиции того, что он считает, что у него есть много времени действовать, а с позиции того, что я не буду сегодня действовать, потому что у меня еще все впереди, ай да успею, это как сказка о потерянном времени. Я, кстати, в детстве ее обожала, я не совсем понимаю смысла сегодня, но мне страшно нравилось, что мальчик старел. Почитайте сказку о потерянном времени, если бы вы ее не читали, потрясающая сказка. Так вот, боже мой, солнце сидится прямо на моих глазах, ребята, это невероятно. Сейчас я попробую переключить камеру. Боже мой, сейчас, если у меня получится. Ага, вот, нашла. Блин, оно уходит, оно уходит на наших глазах, а почему-то в камере его не видно. Тут его видно, вот оно, вот оно, вот красненькая штучечка такая в тучках. Вы видите? Красненькая штучка в тучках, она прямо исчезает на наших с вами глазах. Вы видите это или нет? Боже, это невероятно красиво, простите, пожалуйста. Очень хотелось вам это показать. Ну все, ее отсюда так не видно, ладно, окей, хорошо. Простите, немножко романтики. Итак, первое, что я вам хочу сказать, что в тот момент, когда вы проснулись, вы осознали, что, ё-моё, жизнь оказывается есть, я могу на нее влиять, я могу ей управлять, я могу творить. Добро пожаловать. Вы как Лунтик. Привет, меня зовут Лунтик, я упал с Луны. Вы только что родились. Да, вы родились, вам уже 30, или вам уже 40, или вам уже 50, но вы родились. И самое главное, это то, что в тот момент, когда вы осознали, что произошло, начать действовать. Под действием я подразумеваю, прежде всего, посмотреть на свою жизнь, на то, какая она есть. Вот знаете как, свериться со своим каким-то идеальным листом. Мы, например, в моем марафоне «Рерайтер жизни» пишем «Жизнь своей мечты». Зачем мы это делаем? Да для того, не только для того, чтобы показать своему мозгу, в какой стороне, в какую сторону мы хотим развиваться, а чтобы показать себе, насколько много мы спали, насколько сильно мы в своей жизни сами себе проиграли, насколько сильно мы уступаем тому, о чем мы на самом деле мечтали. А ведь все, о чем мы мечтали и мечтаем, мы способны достичь. И только потому, что мы с вами не ставили таких целей, только потому, что мы с вами не желали, не думали и не действовали в этом направлении, мы не получили желаемого. Вот, собственно, и все. Поэтому первое, что я хочу, чтобы вы понимали, что абсолютно не важно, сколько вам физических лет. Самое главное, чтобы этот момент настал, момент, когда вы осознали, что вы в состоянии управлять своей жизнью. Какая разница, сколько вам осталось жить. Я вам скажу больше. Часть из нас умрет не своей смертью, и это может произойти абсолютно в любой момент. Ну, зачем говорить? Болеют, падают самолеты, я не хочу об этом говорить. Просто это происходит. Мы никогда не знаем, когда game будет over. Не знаем. И если мы будем с вами жить с этими мыслями, то мы однозначно умрем очень быстро, потому что наша вибрация, если вы слушаете мое видео, то вы немножко в теме, вы должны понимать, что мы сами притягиваем к себе смерть. Половина людей умирают, потому что они уже мысленно вот здесь в голове давно сдохнут. Им настолько неинтересно жить, они настолько страдают в этой жизни, они настолько постоянно видят проблемы, и вся их жизнь это огромная проблема, что они просто притягивают к себе какой-то капут. Понимаете? И я вам могу сказать очень смело, со всей ответственностью, что коронавирус – это болезнь, притянутая вибрациями людьми. Людьми, которые по каким-то причинам устали жить. И спасила как раз тех людей, вы же знаете, кто умирает от коронавируса, тех, у кого есть уже какие-то очень серьезные болезни. Коронавирус просто помогает поскорее вырубить, как из розетки людей. Понимаете? Для того, чтобы люди, которые сильно мучились и страдали, и постоянно вибрировали на этой чистоте, ушли. Вселенная очень умная, она дает нам всегда решение. Поэтому первое, что вы должны осознать – чего вы хотите. Чего вы хотите в той возрасте, в котором вы находитесь. И что вы готовы для этого делать. Самое ключевое, все всегда стоят в этот вопрос – что делать? Первое, что делать – это принять решение, что я хочу поменять свою жизнь. А принять решение – это означает, что теперь я буду, я готов к новому. Большинство людей говорят, да, конечно, я очень хочу поменять свою жизнь. Естественно, да. Но, ой, ну мне страшно. А вдруг этот способ мне не подойдет? А вдруг у меня не получится? А что мне тогда делать с этими проблемами? Есть миллион причин. Если у вас есть хотя бы одна причина – это говорить лишь о том, что ваша причина является отмазкой. Не существует никаких причин. Есть главная причина в нашей жизни, почему мы что-то не делаем. Это отмазка. Я не хочу. Мы называем это страшно, не могу, отказала рука, отполчивает. У меня срочные какие-то непреодолимые обстоятельства. На самом деле ты, сука, просто не хочешь этого делать. Это обращение не к вам, это обращение к себе. И всякий раз, когда я себя на этом подлавливала, я говорила себе, Оль, ты кому сейчас врать собралась? Ты можешь выйти и врать кому угодно, кроме себя самой. Потому что ты единственный человек, которому врать бесполезно. Любое твое вранье работает против тебя. Зачем ты врешь себе? Поэтому хотя бы себе найди смелость признаться, ты ленивый, не хочешь, тебя сейчас ломает, тебя это устраивает, тебе это не нужно. И когда вы себе в этом признаетесь, это становится совершенно другой разговор. Так вот для многих людей возраст по-прежнему является отмазкой. И для 20-летних, и для 60-летних, и для 80-летних. Как много людей в наших странах СНГ ждут пенсии? Вдумайтесь в этом. Огромное количество людей. Мало того, многие люди ждут пенсию со студенческих лет. Именно поэтому, приходя на работу, они все время спрашивают о трудовой книжке, потому что пенсию надо начислять. Люди ожидают времени, когда можно будет ничего не делать за никчемные копейки сидя дома. Для чего? Я в такие моменты говорю, почему коронавирус не пришел раньше и не спасил больше. Если так много людей спрадают и считают, что они рождены на свет для того, чтобы каторжно работать, и они ждут того момента, когда наступит, что государство наконец-то начнет платить им 50 долларов, а в Украине пенсия приблизительно 50 долларов, сейчас, по-моему, чуточку меньше, в месяц коммуналка стоит дороже. Я ничего не понимаю в этом мире. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали одну простую штуку. Решение ваших проблем любых лежит на поверхности. Все, что с вами происходит, происходит только потому, что вы сами решили притянуть к себе эти проблемы. Вы сами свой мозг опустили в эти помои. Вы сами начали себя жалеть. Вы сами начали думать, как крабик, который бегает. Потому что, если бы вы просто задались целью разобраться с тем, каким образом вы можете влиять на свою жизнь, не придумывать себе, что вы родились не в той семье, не в той стране, не в то время, а задать себе реальный честный вопрос. Что я могу сделать? Отключать, искать эту информацию, и вы непременно ее нашли. Меня читает и смотрит сейчас достаточно большое количество людей. Вы не представляете, сколько людей мне пишет в Директ, в личку, в Телеграм, из разных ресурсов абсолютно. И все задают, как правило, вопрос, касающийся одного. Как мне что-то изменить? Изменить, Ольга, у меня такие проблемы, мне нужно срочно вырваться из долгов. Ой, Ольга, вы мне так нравитесь, у меня такие проблемы, мне нужно поменять свою жизнь, у меня деньги. Я всем задаю только один вопрос. Вы, наверное, в жизни ко мне приходили? И все эти люди до одного отточку нет. Почему? Ну, понимаете, некоторые говорят, ну, я не уверен, что мне это подойдет. То есть, брать и задавать мне очень вопросы важные, как мне кажется, для каждого человека подойдет, а учиться у меня не подойдет. И вот вы понимаете, когда вы относитесь, ну, я не конкретно кому-то говорю, когда вы относитесь к своей жизни с позиции того, что мне бы что-нибудь на шару где-то урвать, мне бы что-то изменить, но при этом я ничего не хочу делать. Знаете, почему бесплатные консультации никогда ни у кого не работали? И почему ваши друзья могут давать вам самые лучшие советы по бизнесу или в личной жизни, но вы никогда ими не воспользуетесь? Потому что вы на это все говорите, а, знаю, прождемся, а! Вы не видите в этом ценности, потому что это для вас ценности не представляет. Вы можете кричать на ребенка, который порвал кроссовки, потому что вы их купили за деньги, которые зарабатывали, и вы будете ему орать, «Да как ты, бестолочь, мог порвать эти кроссовки? Да ты знаешь, сколько они стоят!» Или когда ваш ребенок перевернет масленку и разобьется масло, или что-нибудь произойдет, и это будет касаться денег, которые вы отдали. Но все бесплатное не ценится, и людьми абсолютно. У меня сейчас есть книга, которую мы даем в PDF-формате скачивать бесплатно за подписку, возможно, кто-то из вас ее скачет. Так вот некоторые люди возмущены, что это электронная книга. Они говорят, «Нет, я хочу печатную книгу». А что, она не печатная? Да нет, говно не буду читать. Мне так и хочется задать этим людям вопрос. А вам что надо? Вам нужна информация? Или вам, простите, нужна бумага, чтобы жопу подтирать? Вот эта любовь к шаре, я записывала видео и рассказывала вам, что с энергетической точки зрения может привести вам любовь к шаре. Любовь к шаре – это наша какая-то, знаете, ментальная, что ли. Я не говорю, вы думаете, у меня такого раньше не было? Я вас умоляю. И вообще считала, что весь мир мне должен, и если что-то спокойненько, свободненько лежит на шару, журнальчик, каталожик, еще я обязательно это возьму. Дело в том, что я очень хорошо помню, когда открылся первый Макдональдс, и мы перли стаканчики картонные, вот эти вот, домой и мыли их. Я прям помню эту историю чудесно. То есть, понимаете, это не потому, что мы дураки или мы плохие, это потому, что мы вот тут мозгами своим об этом не думаем, потому что нас не учили вообще думать. Людей вообще не учат думать. Ну, сейчас появилось образование частное, частных школ. И это образование в корне отличается от государственных школ. Я отдала своих детей в государственную школу на начальные классы. Вот сейчас перевожу в частные. Вы знаете, наблюдая за образованием вообще, я вижу, что несмотря на все новые реформы для школьников, несмотря на все новые программы, людей, которые обучают, поменять нельзя. Вот ничего с этим не поделать. Ментал заложен настолько глубоко, что люди хотят только готовых решений и не хотят думать. И именно поэтому вы очень часто спрашиваете у своих близких или у меня, или у кого-то другого вопросы на, ответы точнее ищите на очень важные вопросы, жизненные, стратегические, и от которых зависит жизнь ваша, ваших детей. Вы хотите, чтобы кто-то рассказал вам, как необходимо жить для того, чтобы снять ответственность. И очень часто человек говорит, ну это ж врач сказал, не, ну это ж учитель сказал, не, ну это ж тот сказал. Ну это же жизнь твоего ребенка, а при чем здесь все эти другие люди. Поэтому вот этот нюанс очень важно понимать, что пока вы не заставите свой мозг думать, анализировать, создавать внутренние вибрации, общаться и размышлять на очень разные глубокие темы, пока вы не включите его, вы будете крабом, который ползает. И то, мне кажется, что у крабов нечто есть. Так, сори, вижу, что. Все в порядке, да? Вы меня слушаете? А то я тут так отвлеклась. Да, спасибо. Поэтому я очень хочу, дорогие мои люди, замечательные, которые меня смотрят, чтобы вы понимали очень простую штуку, о которой я говорю постоянно. Ваша жизнь находится абсолютно в ваших руках, ни в чьих других. И все, что вам нужно сделать, это разобраться с тем, каким образом то, о чем вы думаете, то, о чем вы говорите, формирует вашу реальность. Вы должны узнать и научиться засовывать в свой мозг свои цели, свои желания, научиться контролировать свои эмоции, свои мысли. Потому что, если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что в зависимости от того, что вы думаете, в чем вы говорите, какую информацию вы потребляете, таким образом формируется ваша реальность. Нужно ли рисковать? Нужно думать. Нужно думать и разбираться с тем, как все устроено. И для тех, кто не разбирается с тем, как все устроено, вы можете посмотреть мои кучи бесплатных видео, вы можете почитать мои книги, вы можете поизучать литературу на эту тему, ее предоставлено, что вы можете пойти к кому-то рерайтеру жизни и начать понимать устройство нашего мира. Ведь наш мозг это пульт управления, который позволяет нам с помощью наших мыслей, с помощью наших ощущений, которые у нас тут зарождаются, полностью формировать свою реальность. До тех пор, пока вы считаете, что вашу реальность формируют какие-то другие люди, государства, долги, кто так что вам что-то говорит. Вы беспомощный человек. Первое и главное, что мы должны знать, это я тот человек, который управляет своей реальностью. И я единственный человек, который в ответе за то, что есть вокруг меня. Миня мама, моя мама, моя душа, моя мама. Это очень сложный нюанс. И если вы обратите внимание, то в любой конфликтной ситуации, в любой ситуации проблемы, связанной с работой, или с чем-то еще, вы всегда начинаете рассказывать, как мы говорим, искать виноватых. Вы всегда начинаете рассказывать другим, в чем кто-то виноват, почему у вас все так плохо. А попробуйте один раз сакцентировать, я не знаю, как мне удержать ответ, сакцентировать все внимание исключительно на себе и сказать себе, а что, если я виновник всего того, что со мной происходит, как хорошего и плохого. Что, если это я? Это интересно. Не могу донести до мужа, что не нужно ставить вакцину. Как вы это обсудили в семье? Я вам скажу больше, мы это даже никак в семье не обсуждали. Мы даже на эту тему не говорим. Если ваш муж хочет делать себе какую-то вакцину, он имеет на это полное право. Если вы не хотите этого делать, то вэлф. Друзья, к сожалению, мы сейчас находимся возле океана и у меня действительно сильный ветер, поэтому я ничего не могу с этим поделать. Если все слышно совсем плохо, то давайте закончим эфир. Если слышно не совсем плохо, то могу ответить вам на пару вопросов. Как дела? Я уже так поставила подушку, вроде как она должна защитить нас от ветра. Или вы меня вообще не слышите уже? Не, я еще слабо очень загорела. Так, нормально все слышу. Ясно, у кого-то есть проблемы, значит хорошо, замечательно. Это очень хорошо. Поэтому давайте подытожим, в общем-то, подытожим самый главный момент. возраст, как и все остальное, не имеет ровным счетом никакого отношения к тем изменениям в жизни, которые вы можете сделать. И когда вы захотите это сделать, вы будете готовы к тому, чтобы притянуть к себе всю необходимую информацию и это совершить. До тех пор, пока у вас есть отмазки, до тех пор, пока вас кто-то должен уговаривать, ничего не получится. Сегодня мне написала, ну вообще мне регулярно пишут естественно какие-то люди, которые предлагают мне какой-то сетевой бизнес, путешествия, какие-то добавки. И все говорят, как, ну у вас есть же большая аудитория, или вы любите путешествовать. Это происходит регулярно. И когда я человеку говорю, например, мне неинтересно, люди такие начинают меня добивать, знаете, вот так тут продавать. Я всем даю один и тот же совет. Я говорю, ребята, ведите свой аккаунт и свою жизнь так, чтобы другие люди сами хотели к вам приходить. Поверьте, если вы меня заинтересуете или если я захочу свою жизнь видеть такой, я вас сама найду. Но самым жалким, что может быть, это когда вы начинаете меня уговаривать, писать мне в личку, рассказывать, как это вам неинтересно, знаете, прессовать ребенка жрачкой, жри, жри, жри. Мне все время, я обожаю мультикал 1 и там, если помните, был Джафар, и у него было, не помню, яга-попугай. И он ему все время, когда его надо было заткнуть, он ему говорил, жри печеньку, жри печеньку. Так вот, я убеждена в том, что человека нельзя изменить. Человек может только измениться. Я убеждена в том, что нельзя другого уговорить в чем-то. И я не понимаю, зачем это делать? Потому что, когда ты это делаешь, второй человек все равно возмущается. Он говорит, зачем? Я не хотел. Это как, знаете, идти со своим мужчиной в магазин, ты говоришь, боже, какое красивое платье, я хочу его купить. Он говорит, нет, это плохое платье, оно тебе не идет. но ты об этом платье мечтала. И вот в результате ты ходишь, ноешь и ненавидишь этого мужчину своего, потому что он не купил тебе платье, потом ты приходишь его купить, его уже кто-то купил. Вот у меня с моим мужем были такие истории, поэтому сейчас у нас есть очень четкое правило. Если кто-то чего-то хочет, он это делает. И все равно, нравится это второму или нет, главное, то, как относится к этому тот человек, к которому это имеет непосредственное отношение. Вот вы должны осознать, что если вы готовы к переменам сами, не я вас уговорила, не притащила, если я вас уговорила, притащила и заставила, вы будете делать все, чтобы доказать мне, что я дура и это не работает. И это то, чего вообще ненавижу. Поэтому, когда мне, например, говорят, вы детей заставляете своих ходить на кружки, ну, конечно, я, мать, самоубийца. Я начинаю, хочу с детьми сразу же как бы сделать какие-то конфликтные ситуации, хочу, чтобы они меня ненавидели и решила заранее этим заняться, решила заранее постараться, сделать все, чтобы дети, когда выросли, у них были все поводы меня ненавидеть по полной программе. Ну, конечно же, нет. Как внутри сети, пожалуйста, мне штатичек. Вот, безусловно, конечно же, нет. Я только подстраиваюсь под своих детей. То же самое касается и вас. Моя задача делать все для того, чтобы вы захотели ко мне прийти. Я это не скрываю. Моя задача сделать все для того, чтобы как можно больше людей переключило свой мозг из позиции жертвы, из позиции человека, у которого вечно проблемы, переключился в хозяина своей жизни, переключился в человека, который прекрасно понимает, как именно его мысли, его действия влияют на реальность. Потому что до тех пор, пока вы это не поймете, вы будете пассажиром вечного метро с сумасшедшим машинистом, который гонит куда хочет, а вы сидите и смотрите на разные станции, куда мы там сегодня попали. Вот, собственно, и все. Друзья, я буду заканчивать эфир. Я сейчас на Мальдивах. Я буду заканчивать этот замечательный эфир, потому что у меня все святое, как бы темнеет и темнеет, и я боюсь, что скоро наступит темная ночь. Так и произойдет. Поэтому, во-первых, я напоминаю о том, что сегодня у меня единственный день сутки, когда вы можете купить в записи мой мастер-класс «Супер год», который позволит вам сформировать свой год, посмотреть, что вам необходимо сделать и изменить в себе. Он очень мощный и классный для того, чтобы у вас ваш год был таким, как вы захотите. Ну и, собственно, вы сможете проанализировать, где вы явно завысили ожидания и поставить себе абсолютно реальные классные цели, потому что лучше прыгать по чуть-чуть регулярно и допрыгивать, нежели ставить себе такие цели, которые для тебя останутся фантастикой, потому что ты еще не сделал ни одного шага. Чтобы сесть на шпагат, изначально нужно приучиться ежедневно растягиваться. Я об этом. У меня ссылка на этот мастер-класс «Супер год» висит в сторис. Пожалуйста, только сутки, они скоро закончатся. У нас с вами разное время, поэтому не могу точно сказать, когда это произойдет, это произойдет завтра утром по киевскому и московскому времени. Не провтыкайте. Есть страничка, зайдите, почитайте, посмотрите. Ну и в феврале у нас стартует поток рерайтера жизни. Это мой ключевой марафон, марафон, с которого начинается новая жизнь огромного количества людей. И если вы готовы, я вас не хочу уговаривать, если вы понимаете, что вам надоело просырать свою жизнь и очень бы хотелось наконец-то начать, вне зависимости от того, 15 вам или 99, you are welcome. Наши двери всегда открыты. Только что купила, правильно сделала. Вот. Люблю умных людей. Все, мои любимые, я вас обнимаю, целую, обещаю много сторис, обещаю эфиры. Люди из детей вышли? Дети не вышли из бассейна, господи. В общем, я супер мать, претендую, сейчас я буду нырять за своими детьми. Обожаю вас всех, я вам желаю всем классных людей вокруг, этого делать-то такое. Желаю вам классных людей вокруг, желаю вам много денег, желаю вам смелости, наглости, драйва, красоты. Короче, будьте самыми охуительными. И не бойтесь этого слова, потому что, когда жизнь охуенная, бояться нечего. Обожаю.